Доброго времени суток, мои уважаемые зрители. Я рад вас видеть на своем канале. Меня зовут Игорь. И Энергоз, о котором я сегодня буду ведать, Игоречек, конечно, допустил глобальный шифокап, потому что этот энергетик уже давно как вышел. Его давно уже производят и он продается во многих городах России, но у нас в Таганроге он только сейчас появился в магните. И я счел нужным, что надо все-таки, несмотря на то, что это запоздалый, просто охренеть какой запоздалый обзор будет, но надо заснять. Сегодня у нас на обзоре будет два вкуса энергетика изи-пизи от Насти Ивлеевой. Итак, первый вкус у нас будет, это гуава-арбуз. И второй вкус, это ананас-шампанское. Приятного вам просмотра. Таканчик. Обязательный атрибут моих обзоров. Пусть он побудет пока в сумочке. Значит, изи-пизи Энергоз от Насти Ивлеевой. Касательно в целом того, что Настя решила выпустить свою линейку энергетиков, молодец. Я считаю, молодец. У нее много денег, она может себе это позволить. Я, к сожалению, не могу позволить выпустить собственную линейку Энергозов. Но я думаю, то, что если держать одну мысль в голове очень долго, то рано или поздно эта мысль материализуется. Но хотя бы надо что-то делать в этом направлении, но это же денег надо до хрена все-таки. Либо надо договариваться с производителями какими-то Энергозов, чтобы была хотя бы коллаборация вместе со мной. Ну да ладно, не суть. Почему у меня в руках находятся два вкуса, а не три? Да потому, что в магните элементарно не было третьего вкуса. То есть был вот такой вот и вот такой. Каждая баночка обошлась мне в 79 рублей. В принципе, за 0,45 объемом. Еще учитываю тот факт, что Настя как бы широко известная личность в нашей стране. Поэтому, учитывая все обстоятельства, цена более чем адекватная, я считаю. Знаете, в чем прикол? То, что я когда в Анапе в этом году путешествовал, да, летом, в отпуск свой, то я встречал этот Энергоз, но только в перекрестке. 65 рублей он стоил. И в одном перекрестке был вот такой вкус, в другом перекрестке был такой вкус. Непонятно, с чем это связано. Слава богу, в магните было оба этих вкуса. Жалко, что не было третьего апельсинового, потому что я бы апельсин хотел бы заценить. Ну, если удастся раздобыть, то будет, конечно, тоже обзор на отдельно. Третий вкус, конечно, это не камильфо. Хотел сразу три баночки в одном видео. Ну, так получается. Начну, пожалуй, с ананас шампанской, потому что у меня большие опасения насчет этого вкуса. Открылось замечательно. Этот пока здесь постоит, полежит, отдохнет. На цвет он как лимонад. Энергетик очень хорошо пенится. Состав я, конечно же, не прочитал. Напиток безалкогольно-тонизирующий, энергетически газированный, изепизи со вкусом ананас шампанское. Состав вода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, три замещенные или зе замещенные. Я уже какой раз читаю и не могу понять. Ароматизатор. Ароматизаторы натуральные. Содержат масло бергамота, масло перца и масло кориандра. Вот это вот очень даже интересно. Краситель Е150А, кофеин, премикс витаминный, консервант бензоат натрия, 48 килокалорий на 100 миллилитров напитка. Это получается 200 где-то килокалорий в одной баночке. Находится по ГОСТу он сделан. Изготовитель ООО Сила Воина Евразия. Вяземский район, Смоленская область, город Вязьма. Адрес производства, Смоленская область, город Вязьма, улица Ленина. Это уже не важно. На самом деле интересное сочетание ананас с шампанским, потому что как такое шампанское, да нет у нас вроде как производителей, которые делали вкус шампанского. Настя решила выделиться среди всех этих производителей. Он холодненький, ананас чувствуется. Тут по большей части преобладает ананас. Но так в целом энергетик неплохой. Сладковатый, но ананас хотя бы чувствуется. Энергетик пить можно, ребят. Я абсолютно не продажная личность. Я не стану льстить Насте, только потому что она блогер с многомиллионной, аудитории. То есть, я думаю, многие уже успели попробовать этот энергоз. Не сказал бы, что прям вау эффект производит, но хотя бы вкус ананаса чувствуется тут. И в конце концов, по составу дают масло перца, масло кориандра, масло бергамота. Очень интересный состав. Теперь в очередь пришла арбуз гуава. Заранее состав сначала почитаем, перед тем я открою. Вода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, таурин, кофеин, витамины, ниацин, пантотеновая кислота, ароматизаторы, красители, есть 124, консервант, бензат, натрия. А здесь наоборот. Здесь 51 килокалория, то есть чуть побольше калорийности у этого напитка. Также его производят в вязьме. И я заметил, что здесь нет никаких масел, концентрированных соков, что очень огорчает. Но я надеюсь, вкус не разочарует, потому что арбуз гуава одно из топовых сочетаний, в принципе, у энергетиков. Открывается хорошо энергоз. По звуку можно это понять. По цвету он красивый. Глаз радуется, когда видит такие вот оттенки. Тоже хорошо вспенился. Дополнит розовое шампанское на самом деле. Ох, по запаху гуава. Гуава прям сильно чувствуется. Я работал в магазине кальянов, делал всякие разные миксы людям из табаков. И прекрасно помню, какой на запах была гуава. И этот запах прям сейчас четко отслеживается. Ммм, хорошо пахнет. Мне почему тут этот больше нравится, нежели ананас шампанское, потому что гуава сама по себе. Как фрукт мне нравится, видимо. Хотя я ее в жизни не дам соврать. Пробовал ли я ее или нет. Гуава, гуава. Не помню. Я вот пробовал сюда, похожее на грушу было. Может, это и есть гуава. Она такая, как желтая, консервированная. Не суть. Очень хорошая связка. Арбуз, гуава. Мне нравится. Определенно. Ну что, вот и подходит к концу наш обзор на энергетик изи пизи. Ананас шампанское, гуава, арбуз. Напишите в комментариях, какой из вкусов изи пизи вам больше всего понравился. Я обязательно читаю каждый комментарий и отвечаю каждому зрителю. Энергетики сами по себе интересные. Произвели на меня хорошее впечатление. Обязательно ставьте лайк под этим роликом. Подписочку на канал оформляем, жмакаем колокольчик. С вами был Игорь. Увидимся в следующем обзоре, ребят. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok